В эфире ОТС программа «Спортобзор» и прямо сейчас мы обсудим главные спортивные новости региона. В студии Александр Ширудила. Здравствуйте! Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок В клубе остаются проблемы с травмированными игроками. Наша съемочная группа побывала на тренировке, чтобы узнать, как коллектив готовится к продолжению сезона. Команда в сборе. Кайла Чарльз проводит свою вторую тренировку вместе с новыми партнерами. Американка последней присоединилась к команде уже по ходу сезона, прямо перед матчем с московским «Динамо», в котором она и дебютировала за новосибирский клуб. Я прибыла чуть позже остальных, потому что должна была закончить сезон в предыдущем клубе. Но я приняла этот вызов, и команда отлично меня встретила. Первый матч был тяжелым, потому что перед ним я провела в самолете 20 часов. Но теперь я здесь, готова работать с командой и налаживать взаимодействие для будущих побед. Кайла Третий – легионер «Динамо» в нынешнем сезоне. Она перешла из женской NBA, а Хлоя Уэллс выступала в европейских чемпионатах. Ну а Кейлу Александер болельщики давно знают по выступлениям в российской премьер-лиге. Ее возвращение в Новосибирск было инициативой руководства клуба. Кейла Чарес сейчас адаптируется, и человек приехал из WNBA, и я все-таки надеюсь, что она усилит нашу игру. После четырех туров у «Динамо» 50-процентный результат – две победы и два поражения. Команда сыгрывается уже по ходу чемпионата. Так что нынешняя трехнедельная пауза между матчами как нельзя кстати. Есть время разучить комбинации вместе с легионерами, а коллектив сможет лучше узнать друг друга на тренировках. В Новосибирске мне понравились торговые центры, здесь хорошие магазины и рестораны. Я только начала узнавать город, и мне еще предстоит освоиться, но думаю, что это классный город, где можно найти много способов развлечься. Кейла Александер уже знает несколько русских слов. Вполне. Хлоя постоянно пытается повторять. Ее любимое слово – это саунд. Она очень полюбила русскую баню, поэтому все супер. Главная проблема «Динамо» на старте сезона – травмы. Галина Шамова уже полгода восстанавливается от повреждения. Работает по индивидуальной программе. Ее возвращение в строй ожидается после Нового года. Чуть раньше может оправиться Дарья Косульникова. А вот Милану Сумец болельщики не увидят еще долго. У Миланы Сумец, у нее сейчас определился диагноз – это разрыв крестообразных связок, поэтому все это уже операция и как минимум 8 месяцев. Но и без травмированных баскетболисток у «Динамо» подбирается интересная команда. Много молодых и талантливых игроков, которых дополняет опытная Наталья Потемина плюс легионеры. Девушки уже загадали, какое место хотят занять по итогам регулярки, но свой секрет пока не раскрывают. На удачу. Следующий матч премьер-лиги «Динамо» проведет 18 ноября на выезде против «Спарты НК». Впереди нас ждут длинные праздничные выходные и много спортивных событий. О самых главных из них расскажем прямо сейчас. Начнем с хоккеем. Сибирь начнет выездную серию вечером 4 ноября. В Казани подопечные Андрея Мартемьянова сыграют с Акбарсом, который занимает четвертое место в Восточной конференции. Начало матча в 21.00. Следующий поединок в Сирии будет против последней команды в таблице. Уже в субботу новосибирцы встретятся с Кунглунем. Волейболисты «Локомотива» напротив останутся дома и 5 ноября в 19.00, пока не знающие поражения новосибирцы, примут Белогория, которая занимает четвертое место в Суперлиге. Матчи хоккейного и волейбольного клубов в прямом эфире покажет телеканал УТС. Любители мини-футбола в пятницу и субботу ждет двухматчевое противостояние Сибиряка и Тюмени в Кубке России, которое принимает спорткомплекс Строительного университета. Еще один клуб нашего региона «Баскетбольный Новосибирск» 6 ноября сыграет на выезде в Сургуте против местного клуба «Университет Югра». На сегодня это все спортивные темы. В студии работал Александр Ширудила. До встречи в эфире и хороших вам выходных! Редактор субтитров А.Семкин